здравствуйте друзья сейчас будет небольшое такое видео пособие по поводу обрезки хвойных растений да это к сожалению не бонсай это обычная сосна но тем не менее значит первое что нужно на что нужно обратить внимание при обрезке хвойных тем что они биологически очень отличаются от обычных наших других видов деревьев они формируют почки на концах прошлогодних приростов вот здесь посмотрите и из них же выходят приросты в следующем году ну вот в текущем они не имеют спящих почек и не формируют приростов по всей длине веточки то есть если мы укоротим прошлогодний прирост вот эта часть возьмет и засохнет и все как же нам обрезать хвойные хвойные нам нужно обрезать только зеленым способом по уже растущим приростом этого года пока почки еще не сформировались мы берем наш прирост который достиг длины сантиметров 20-25 и аккуратненько укорачиваем его на четверть на треть вот таким вот образом даже секатор для этого не особенно нужен желательно при этом вообще не повредить хвоинки потому что когда мы хвоинки обрежем они дадут коричневое пятно наверху а так вообще будет незаметно после этого наша елочка или сосенка как в данном случае красивенько разветвиться вот здесь даст несколько почек и будет более пушистой вот обломали и все отлично именно так формируем бонсай если мы хотим получить более пышную крону то стараемся сформировать побеги так чтобы они были примерно одинаковой длины и да вот так вот общепать цельные бонсай бывает довольно сложно и трудоемко но это дает самые лучшие результаты несколько хуже конечно стрижка кусторезом которая в ноль не разбирая все режет и хвою и побеги и несколько хуже обрезка секатором но тоже это все возможно если пользуемся секатором или кусторезом не забываем что нужно обработать после этого лезвия секатор что еще важно важно чтобы мы никуда не торопились с обрезкой это не позже чем середина июня но с другой стороны раньше середины мая заниматься этим тоже не стоит потому что если мы обрежем дерево при среднесуточной температуре ниже 15 градусов то побеги могут остановиться в росте страдать и дерево будет болеть если побеги слишком длинные вот такие как этот то мы тоже укорачиваем его не более чем на треть больше уже просто нельзя вот мы видим что уже начала древеснивать немножко тогда действительно на следующий год наше дерево будет более пушистым и обязательно формируем сбалансированно наши побеги потому что если мы одну сторону укоротим а вторую не укоротим то дерево вырастет перекошенным с другой стороны это отличный способ исправить какие-то зимние повреждения ожоги и да такое дерево нужно стричь как можно интенсивнее что делать после обрезки на следующий день после обрезки или можно даже в тот же день вечером когда подсохнут травмы обязательно нужно обработать наше дерево удобрениями и стимуляторами это может быть простенький и пим или это может быть баковая смесь с удобрений плантофол брексил микс и мегафол по поводу формулы плантофола а если это у нас обычная хорошо растущие хорошо чувствую себя дерево которое нужно сделать попышнее или его рост наоборот замедлен мы берем плантофолу три двадцатки если же дерево у нас поражено сосущими вредитерами вот как мы здесь видим колонии тли которые активно разводят муравьи то такое дерево лучше обработать препаратом плантофол 515 45 в котором больше калия что повысит устойчивость к вредителям и болезням и обрезка снижает иммунитет дерева поэтому сразу же после обработки имеет смысл провести опрыскивание фунгицидом и инсектицидом это сейчас может быть препарат скор магникур сенсейшн или фалькун инсектициды лучше использовать системные ну такие же как амплиго момента или корроген значит что еще сразу же после обрезки вносят летнее удобрение активин двенадцать пять двадцать или арви лето для хвои ну любое в принципе удобрение летнее качественное бесхворное подойдет но подкормку нужно внести обязательно чтобы наше дерево быстро восстановилась и начала расти как можно более пышным и красивым